Олег Викторович, вчера произошла авария и на сайте городской администрации было объявление, что вода отключена до момента устранения этой аварии. Сегодня утром где-то воду дали, где-то нет. Вот как обстоят дела? Поясню ситуацию. Вчера на территории второго подъема у нас возникла аварийная ситуация. Труба витая 530 мм, металлическая. Получается характер повреждений следующий. Два свеча диаметром 160 мм и лопнула вдоль труба по нижней кромке длина трещины 40 см. Значит, было принято решение сначала немножко приглушить первый подъем, чтобы не спускать всю трассу, чтобы потом не ждать 6 часов. Однако это не привело к ожидаемым результатам. Поступление воды у нас не прекратилось, что мешало сварочным работам. Поэтому сначала труба была откопана, потом была зачопена. Дерево разбухает и предотвращает уже выход воды из трубы, даже если это много. Когда ее, конечно, сильно много под давлением, это не приносит должного результата. Далее уже это место зачищается и навариваются стаканы, так называемые. Это металлические конструкции, скажем так, которые локализуют аварийное место. Поэтому после того, как трубу откопали, а откопка происходила на песчаном грунте, который обваливался, если вы видели в Инстаграм, там котлован диаметром порядка 15 метров, откопка была долгая. Дальше приходилось это все буквально по миллиметру зачопить, всю эту трубу. Дальше пришлось отключать первый подъем давления воды, когда спало. Тогда уже сварщики приступили к работе. Были наварены два стакана большого диаметра, вернее, два стакана где-то по 180 миллиметров. И полностью локализована трещина вот этой вот длины, то есть установили там бандаж. После чего, как только сварщик уже закончил шов, дали команду на запуск первого подъема. Первый подъем у нас запустился в 3 часа ночи, но так как его пришлось остановить, вода до города поступала порядка 5 часов. То есть к утру где-то часов 7 в резервуар чистой воды второго подъема через фильтра, уже через осветлитель, начала поступать фильтрованная очищенная хлорированная вода. Как только, с чего достигло уровня работы насосов, второй подъем включил свои насосы, начал подавать давление на город. Однако, недобросовестные некоторые граждане пропустили такой слух, что не делают им чести и хвалы абсолютно, что воды не будет двое суток. Поэтому, как только появилась в кранах вода, наше население, ну, понятное дело, сразу начало запасаться водой. Звонили отовсюду. Там уже промышленность людей подпускала домой, с гарнизона звонят, звонят с организаций, с жителей. И буквально трубку положил телефона, опять звонок. И каждому приходится объяснять, что это все фейк, это все ложная информация. Подъем, как работал с утра, так и работает. Из-за разбора воды и просадка давление колоссальное, на две атмосферы. Сейчас, вот сейчас 14.30, сейчас поступила информация от главного инженера, что два насоса, работающие на полной, немножко начали повышать давление. То есть, сорчевые, они берут воду столько, сколько они должны брать при давлении 5,5 атмосфер, они могут выдавить всего 3, потому что система полностью на разборе стоит. Сейчас давление немного начало повышаться. Скорее всего, такими темпами, постепенно-постепенно, до вечера давление пройдет в номинальный уровень. Сейчас вода не поступает у нас где-то на 3, 4, 5 этажи, 5 этажек. 9 этажек стоит подкачивающий насос на тепловых пунктах. Также у нас районы города попали под этот Сахо-16, потому что у него труба идет с 7 ветров, сами с 7 ветра, 5-этажные, 4-этажные дома, район консервного завода и Ахтуба, правой и левой стороны железной дороги. То есть, вот это повлияло, то, что люди кинулись, бросаются водой? Конечно, это очень весомо повлияло. До вечера ситуация нормализуется, никакого отключения двухдневного не будет. О всех плановых отключениях на сутки, при подготовке к отопительному сезону, при возникновении аварийной ситуации, которую можно отложить, предупредить население, заблаговременно по законодательству 3 дня, Обо всех таких случаях мы всегда предупреждаем. Но когда возникает аварийная ситуация, когда начинает просто топить станцию второго подъема, здесь уже не до какой-то отсрочки. Здесь надо срочно устранять, иначе вся эта вода может попасть в электрооборудование, электродвигатели, в щитовые. И тогда, к сожалению, это уже будет ЧАЭС. Но чтобы ДЧАЭС не доводить, так же, повторяюсь, не надо выкидывать ложную информацию, играть на каких-то чувствах людей и так далее. Опять же, многие комментируют, почему не предупредили. Об аварийных ситуациях нельзя предупредить, спрогнозировать аварийные ситуации. Сейчас это пятисотка труба, завтра это будет сотка где-нибудь на какой-нибудь улице, даже без асфальта. Завтра это будет под асфальтом. То есть всегда это разно. Поэтому жителей прошу немножко успокоиться, не писать дневные комментарии, а просто понять. Люди без обеда, без отдыха, просто сидели по уши в грязи в этой яме, устраняли аварию, чтобы дать воду нашим потребителям. Еще раз вспомяну, на двое суток отключения воды не будет, его не будет в принципе никогда. Да, максимум это сутки, и то водоканал всегда старается держать планку, чтобы сутки это никогда не выходило. Сейчас только будет в рамках проведения работ по подготовке к отопительному сезону. Многие, наверное, видели вот сбоку ЦУМа раскопанную у нас теплотрассу. Там необходимо заменить участок, который не прошел гидроиспытание. Именно поэтому не будет горячей воды у потребителей Буденного, Стогова, Старилаврентьева, Бахчеванжи и Щербакова, у которых есть горячая вода у теплового пункта. Не будет ее примерно до утра 19-го числа, пока там не заменят трубы. В остальном все нормально. Как только восстановится холодное водоснабжение, появится и горячее? Ну, соответственно, потому что котельная не может сжечь газ и, грубо говоря, запускать котел, если у нее на манометре перед котлом, перед горелкой, не стоит номинальное давление. Как только наберется давление, котельная пойдет на розжиг. Но, учитывая такую задержку, примерно 6 часов понадобится для того, чтобы котельная вышла в режим хотя бы теплой воды. В режим 65-70 градусов она выйдет завтра к обеду, скорее всего. Субтитры создавал DimaTorzok